Какие особенности у наших стоп? Какое воздействие на организм оказывает массаж стоп? Как проводится массаж стоп? Какие противопоказания к проведению массажа стоп? Смотрите видео до конца и учитесь массажировать стопы, это очень полезно. Наши стопы выполняют ежедневно очень большую работу. Ежедневно человек наступает на каждую стопу примерно по 6000 раз, это находясь и передвигаясь в обычном режиме. При быстрой ходьбе скорость опускания стопы превышает 15 км в час. Конечно, испытывая подобные усилия, постепенно в стопах возникают болевые ощущения, уменьшаются функциональные возможности. В древнем Китае считалось, что старение начинается с ног. Пока ноги позволяют достаточно активно передвигаться, организм остается молодым. Какие особенности у наших стоп? На поверхностях стоп нашли свое отображение все внутренние органы. Именно поэтому воздействия на разные точки стопы вызывают отзыв во всем организме. Какое воздействие на организм оказывает массаж стоп? Для улучшения состояния стоп, повышения функциональной активности ног, стимулирования общего самочувствия необходимо проводить массаж стоп. При проведении растирающей, движений стоп происходит следующее. Восстанавливается психологическое равновесие, улучшается настроение, проходит депрессия. Совершенствуется сон, отмечается быстрое засыпание, спокойный ночной сон и безболезненное утреннее пробуждение. Улучшается кровоснабжение во всем организме, что имеет большое значение с учетом отсутствия у большинства людей физических нагрузок. Стабилизируется артериальное давление, отмечается нормализация показаний тонометра как в утренние, так и в вечерние часы. Вырабатываются эндорфины, положительно воздействующие на весь организм. Нормализуется состояние кожи и ногтей ног, уменьшается отек, заживают мозоли. Исчезают симптомы воспалительных и дегенеративных изменений на стопах и других отделах нижних конечностей, артриты, фасцииты. Оптимизируется работа внутренних органов, проходят симптомы поражения желудка, сердца и легких. Массаж стоп улучшает координацию движений, снимает головокружение, помогает при тошноте и головной боли. Как проводить массаж стоп? Проводить воздействие на стопы надо, начиная с хождения босиком, использование массажных ковриков. Перед проведением массажа стоп, используя растирание, необходимо принять теплую ножную ванночку. Затем проводить растирание внутренней поверхности стоп. Массаж можно доверить специалисту, а можно делать самостоятельно, используя поглаживающее и растирающее движение, направленное в разные стороны по подошвенной поверхности. Проводить самомассаж надо сначала одной ноге, затем другой. Упражнение повторять несколько раз. Вибрирующее и стимулирующее движение улучшат кровоток и снимут боль и усталость. При проведении массажа можно использовать деревянный молоточек, которым постукивать по внутренней поверхности пальцев. Выполняя подобную методику, наладится кровоток не только в ногах, но и во всем организме. В качестве массажера стоп можно использовать пустую пластиковую бутылку. Ее надо перекатывать стопами обеих ног из положения сидя. Можно тренировать пальцы стоп, делая ими хватательные упражнения. Например, собирать цветные лоскутки, разбросанные по полу. Какие противопоказания к применению массажа стоп? Не стоит заниматься массажем стоп в следующих случаях. При варикозном расширении вен нижних конечностей усиление кровотока может ухудшить течение болезни и вызвать декомпенсацию. Если есть убострение заболевания суставов стоп и голеностопных, при тяжелых онкологических и гематологических проблемах в организме, при наличии бородавок, попеллом, грибковых поражений, при остром или хроническом тромбозе, в случае высокой судорожной готовности. Если нет противопоказаний, то массаж стоп окажет только положительное, стимулирующее и омолаживающее воздействие на нижние конечности и на весь организм в целом.